Универньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. С вами Аделья Шамилова. Итак, приступим к самым актуальным новостям к этой минуте. День российского студенчества уже на пороге. Что ожидать? Университетский ученый подвинет зарубежные аналоги полипропилена. Что происходит с детьми? Кровавая мода или чей-то заговор? В День российского студенчества не будет скучно. В Казанском федеральном отметят Всероссийский день студента, известный как Татьянин день. Также Казань ожидает Всероссийский форум студенческих клубов «Вместе вперед». Что ожидает студентов на ближайших праздничных мероприятиях, вы узнаете прямо сейчас. 24 января Казанский федеральный университет отметит Всероссийский день студента «Татьянин день». Праздник отмечается в КФУ каждый год. Ежегодно Татьянин день и день студента празднуются с большим размахом в нашем Казанском федеральном университете. В этом году этот замечательный праздник мы будем отмечать со студентами 24 января. Как всегда будет грандиозный концерт с творческими коллективами нашего университета, творческими коллективами города Казань и Республики Татарстан. Откроется празднование встречи Татьян с ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым. После в культурно-спортивном комплексе КФУ «Уник» состоится праздничный концерт с участием ректора, студентов, преподавателей и творческих коллективов университета. Каждый год праздник проходит в разных тематиках. В кабинете ректора мы будем ректора приглашать в японской традиции, будем презентовать эту культуру. И далее все действие продолжится в холле «Уникса», где мы будем показывать культуру народов мира, тех студентов, которые приехали нам из далеких-далеких стран. И с помощью студентов иностранных мы будем презентовать их культуру. По традиции телеканал «Универ ТВ» будет вести прямую трансляцию с мероприятия. Но на этом праздничные события, посвященные Дню российского студенчества, не заканчиваются. С 24 по 25 января состоится Всероссийский образовательный форум студенческих клубов «Вместе вперед». 24 января студентов ждет образовательная программа «Россия – страна возможностей». Программа ставит своей целью ответить на вызовы молодежной среды. Образовательная программа предлагает шесть направлений – спорт, творчество, патриотизм и межнациональные отношения, наука и интеллект, информационные технологии и киберспорт, медиа и средства массовой информации. 25 января в Татнефть-арене состоится праздничный концерт. В мероприятии примут участие представители 38 регионов России. Из 5000 участников более 800 будут из Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Ленар Довлетяров, Универньюз. Проект Динара Балькаева стал одним из немногих проектов, который добился финансирования по программе «Умник». Чем отличилась разработка молодого ученого на фоне остальных, мы расскажем вам прямо сейчас. Казанский федеральный университет. Эти добавки еще называют нуклеаторы, они применяются для регулирования процесса кристаллизации расплава полимеров. Используются при производстве промышленных марок полипропилена. В результате введения их в полимер улучшаются его причинностные свойства. Также увеличивается температура кристаллизации расплава, что значительно ускоряет процесс производства изделий. Стоит принять к сведению, что полипропилен – один из популярных материалов. Используется одинаково широко как при создании пластиковой посуды, так и при машиностроении. Так что, можно не сомневаться, данный проект имеет свою актуальность. Дело в том, что разрабатываемые Динаром добавки ранее в России ни разу не создавались. И пока производители полимеров и по сегодняшний день используют исключительно зарубежные добавки. Но это временно. Скоро все изменится. В этом убежден и научный руководитель начинающего ученого. То есть, наш проект, в общем-то, направлен в том числе и на импортозамещение. То есть, мы планируем разработать такие добавки, которые позволили бы заменить импортные реагенты на отечественные, более доступные, более дешевые. Как нам удалось выяснить, проведенная работа является действительно очень важной. В силу того, что полипропилен является одним из массовых материалов, которые применяются в производстве. Теперь никто не сомневается, что нашим ученым в очередной раз удастся сдвинуть с российского рынка зарубежные материалы. Тем самым, не только сэкономив денежные средства предприятий, но и повысив качество создаваемого. А дальше Милова Роман Самарин, Универа Ньюс. Телеканал Универ ТВ запустил новую спортивную передачу, аналогов которой на телевидении еще нет. В чем ее уникальность, расскажет Олег Кашин. В 2018 году в России состоится крупное спортивное мероприятие. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 будет проходить с 14 июня по 15 июля. Несомненно, часть ценителей профессионального футбола уже купили билеты на матчи, а пока всем фанатам остается только ждать. Студенческий телеканал Универ ТВ запустил новую спортивную передачу, посвященную будущему чемпионату. Руководители молодежного отдела Роман Полинсков совместно с корреспондентом своего отдела Александром Дегтяревым выпустили первый выпуск FIFA прогноз. Эта программа соединила в себе популярные на ютубе летсплеи и футбольные ставки. Мы посмотрели то, что актуально на ютубе, актуально сейчас киберспорт, FIFA это очень много просмотров набирает. Ну и чемпионат мира, футбол, естественно, это также набирает большое количество просмотров. Ну и мы, как интересующиеся и футболом, и FIFA решили объединить, как говорится, приятное с полезным и запустили такой вот проект. Так мы выкладываем самые интересные моменты игры, то есть записываем определенный 4-минутный, 5-минутный выпуск, где будет самое интересное, что мы успели записать за всю игру. Ведущие программы сравнивают коэффициенты букмекерских компаний и проверяют их на правдивость при помощи видеоигры FIFA. Рейтинг игроков FIFA, он очень приближен к их реальным характеристикам в жизни, в футболе. И в целом, если мы играем с Ромой, у нас уровень игры примерно одинаковый, то есть мы соотносим составы, как они взаимодействуют между собой, потому что мы выставляем самые актуальные составы, по крайней мере, вот сборная России был самый актуальный состав на данный момент. Ну и в целом получается более-менее близко к реальной жизни, то есть, ну, отсимулировать футбольный матч как-то по-другому мы в любом случае не смогли. FIFA прогноз – это, конечно, по большей части развлекательная программа, которая будет выходить на нашем канале один раз в неделю до Чемпионата мира по футболу. Олег Кашин, Универньюз. А теперь об одной из самых обсуждаемых новостей, а именно детской агрессии в школах. Что же на самом деле происходит с подростками? На этот вопрос нам помог ответить университетский психолог. Подробности в следующем сюжете. Школьник в Улан-Удэ. Пытавшийся топором зарубить сверстников. Пермские мальчики, напавшие с ножами. Московский десятиклассник, застреливший учителя из папиного ружья. Псковский Бонни и Клайд, атаковавшие полицию, а потом себя. Все эти страшные примеры демонстративного массового насилия приводят, увы, не к попыткам разобраться в реальных причинах этих преступлений, а к новым виткам моральной паники. Которая, кстати, является весьма опасным феноменом. Опасность моральной паники в том и заключается, что общество перестает разделять причину подлинную и воображаемую. Часто те социальные группы или явления, которые назначаются на роль источников всех бед, вовсе ими не являются. Психологи утверждают, что юные убийцы нападают не потому, что их зомбировали видео и мемы в социальных сетях, а потому, что они мстят обществу, так как считают, что общество причинило им боль. Размышляя на эту тему, мы обратились к известному республиканскому психологу Рамилю Гарифулину, который детально объяснил нам, почему дети считают себя жертвами. И является ли агрессия всего лишь ответом на встречную агрессию. С моей точки зрения, здесь имеет место наложение двух факторов. С одной стороны, это психологическое состояние учащихся, а с другой стороны, ситуация, вызвана какими-то обидами, какими-то процессами негативными, которые происходят в обществе. Когда происходят подобные случаи, каждый раз можно услышать, что главным виновником происходящего являются агрессивные компьютерные игры. Про влияние интернета в таких случаях говорят всегда. Многих волнует, как обезопасить детей и что предпринять, чтобы не войти в перечень чрезвычайных происшествий. Впрочем, на случай конфликтов между школьниками схемы действия не нашли даже сотрудники охраны. Но мы попытались. Профилактикой всего этого является первое, конечно же, эмоционально-волевое развитие учащихся. Эмоционально-волевое развитие учащихся возможно только в процессе преодоления. Радость и ценности, которые привязывают ребенка к жизни, должны быть наградой за преодоление. На этом наш выпуск подходит к концу. Наполняйте свою жизнь только позитивными событиями. И не забывайте следить за нами в социальных сетях. С вами была Аделья Шамилова. До новых встреч.